МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Иркутской области разыскивают опасных преступников, которые этой ночью сбежали из колонии строгого режима. Четверо осужденных сделали подкоп под забор. О самом побеге информации крайне мало, но... Тюрьма, полоса отчуждения, опасная зона. Стой, стрелять буду. Разве можно отсюда сбежать? Есть безумцы, которые все-таки пытаются. На свой страх и риск совершая невозможное для нормального человека. Он на пальцах смог, цепляясь за выбоины в кирпичах, добраться до самого верха этой стены. Как может человек отнести к этому, когда ему дают двадцатку? План совершения преступления был разорвотан, на мой взгляд, просто. Гениальные комбинаторы, бесславные подражатели великих афер Фрэнка Абигнейла и Томаса Крауна. Они тоже рискнули устроить из своего побега настоящее голливудское кино. Идеальные побеги, если и случаются, то только в кино. А в реальной жизни беглецов ловят и снова возвращают в тюрьму. Вместо хэппи-энда в финальных титрах – банальный конец. От трех до восьми лет за побег к основному соку. И прекрасно все осознают, знают, что рано или поздно они будут пойманы и обратно возвращены в места лишения свободы. Но, тем не менее, глоток свободы делает свое дело. В любом случае наказание неотвратимо. 22 марта 2012 года из колонии строгого режима в поселке Шексна Вологодской области сбежал заключенный. Как? Очень просто. Улетел на вертолете. Информация о совершении побега поступила нам в 9 часов утра. Естественно, первая реакция была недоверие, потому что способ, выбранный осужденным для побега, является нестандартным и достаточно экстремальным. Многие сотрудники подумали, что это какие-то очередные учения. Но это были не учения, а самое настоящее ЧП. Выяснилось, сбежать Шестакову помогали двое сообщников. Немедленно по тревоге были подняты все оперативные сотрудники полиции. На территории Вологодской области началась операция «Вулкан» по задержанию преступников. Порядка 150 вооруженных сотрудников с нашей стороны, ну и со стороны УМВД, я предполагаю, что количество, наверное, было многократно больше. Было организовано усиленное патрулирование, была осуществлена работа на постах ДПС, практически на выезде и на въезде в город проверялись все машины. Когда поступила ориентировка, что преступники вооружены, под охрану были взяты все школы и детские учреждения. На улицу вышли патрули. Мы использовали здесь телевидение, радио, интернет, потому что в данной ситуации, сами представляете, действовать без помощи граждан практически невозможно. Из личного дела Алексея Шестакова. 1976 года рождения. Осужден по нескольким статьям. Воровство, грабеж, убийство. Получил 24 года. Отсидел из них больше половины. Через 8 лет Шестаков мог подавать прошение о досрочном освобождении. Но выбрал побег. Причина, как оказалось, очень личная. Мы с ним познакомились 19 декабря. И у нее был, оказывается, день рождения в этот день. То есть я разговаривал по телефону с человеком, общался. А она оказалась, скажем так, вот рядом. Она – это Татьяна Важалина. Они никогда раньше не виделись, зато могли часами говорить по телефону. И однажды Шестаков понял – он пойдет ради этой женщины на все. Даже на побег. Ну, роман был, очевидно, да. Роман был, и... Возможно, они испытывали какую-то симпатию друг к другу. Из личного дела Татьяны Важалиной. 1976 года рождения. Ранее судима за незаконный оборот наркотических средств. Отсидела три года. Почему? Я скажу, ты не могу. Вескак, лучше нет. Вот, очевидно, что Шестаков втерся к ней в доверие. Она, будучи человеком, который способен вовлечься в какие-либо интриги, вот, согласилась ему помочь в этом. И Шестаков решил – пора действовать. Цель ясна. Осталось определить способ. Как? Было несколько вариантов. То есть прыгать на забор – глупо. Подкоп, пищевую. Ну, с нынешними этим самыми аппаратурой и так далее – тоже глупо. То есть насколько же надо в глубь уходить, чтобы докопаться. Докопаться. Шестаков выбрал самый неожиданный и изящный план побега. На его реализацию ушло всего 10 дней. 10 дней. 10 дней? За 10 дней всего? Да. Именно эти 10 дней потрясут всю систему уголовно-исполнительного наказания России. Применением бензопилы, из которой делали, так сказать, летательный аппарат, это, да, классический пример. Он и есть в анналах конвойной службы и как учебное пособие проходил. А с применением, конечно, вертолета – это первый, наверное, случай действительно вот в России. Бежать или не бежать – этот почти гамлетовский вопрос задает себе каждый заключенный. Известно, что первые три года – самое трудное. В тюрьме свой календарь. Там день тянется, как месяц, а год – как целая жизнь. Самое трудное – считать и ждать. Осужденный Моисеев считал и ждал 10 лет, исположенных 20-ти. И сорвался. В буквальном смысле. В бега. Значим факт – условно-досрочное освобождение. То есть раньше времени выйти из-за несрешения свободы. Более того, он спирал очень хорошие имел. Он был столяром, он не просто там сидел, а он выходил там, скажем, в промзу, он работал, свободно передвигался. Я просто хотел помочь доченьке. И если бы я это сделал, допустим, успешно, что это прошло, я просто-напросто вернулся бы. Потому что прятаться, если по чужой фамилии мне не хотелось, или не хочется, я просто вернулся, помог бы доченьке и вернулся. Из личного дела Ивана Моисеева. 1960 года рождения. Осужден по статьям УК РФ 105-й убийство, 126-й похищение человека, 117-й истязание на 20 лет лишения свободы. 20 лет. Я считаю, что 20 лет. В могиле можно за неделю умереть. А 20 лет – это ужас. Это очень большое дело. Для меня, конечно, это было приговором. К смерти просто-напросто. Моисееву всего 52, хотя с виду он настоящий дед. В тюрьме его так и зовут – Дед. Иван Андреевич здесь в большом авторитете. На свободу выйдет в 70 с лишним, если, конечно, досидит. И уже не дедом, а глубоким стариком. А значит, кроме времени и свободы, терять ему нечего. История этого побега началась в день, которого ждут почти все заключенные. Ну, у нас был день открытых дверей, проводился в воскресенье. Это 14 октября 2012 года. Приезжала к нему дочь, Громова Ефимея. Вот, она ему как бы жаловалась, что не хватает денег, нечем кормить детей. Когда на последнем свидании встала разговор, доченька, ты чего не лечишься? Ты же муж, вот, здоровый нужно детям. Если с тобой что-то случится, дети куда, чего? Как? Что с ним будет-то? Одно небольшое уточнение. 20 лет колонии Моисеев получил за убийство родного сына. Денису было всего 21. Он украл у отца деньги. За это папа его вначале запытал до смерти, а потом зацементировал тело в гараже. Спрашивается, с чего вдруг такая неудержимая любовь у отца к своей старшей дочери Фиме? Исходя, опять же, из его показаний, мотив его победы и цель, куда он двигался, это его дочь, которой он якобы хотел помочь материально. Но, опять же, как он это мог бы сделать, если он находится в местах лишения свободы? Помочь доченьке, а потом вернуться в тюрьму. Возможно, когда-нибудь по этому трогательному сюжету даже снимут кино. Но пока в реальность этой истории верится с трудом. Думаю, что это как бы замысел, побег, возник у него 7 минут. Я не планировал. Окончательное решение ко мне пришло вечером, что если я уйду, я помогу дочке. Если я не уйду, убьют, то значит, этому и быть. Эта ночь, это мы, с 14 на 15, я просто не мог успокоиться, я ночью не спал, не мог заснуть. Улучив момент, он при помощи деревянного шеста и проволоки сделал замыкание в электроцепи, тем самым обесточив на непродолжительное время колонию, где он содержался. Он вопросы по электрике кое-какие знал, с вещем даже доска была прислонена ближе к фонарю. Это все элементарно. Господи, человеческое соображение. Только самый тупой не сможет это сделать. Это человек незаурядной способности. Преодолеть сень, паузы, запредельные что-то. Ведь он как бежал, он руками раздвигал проволоку колючую, ягазу. Его взять нельзя, руки. Все равно, что брать нож и проводить руками. Ну да, ягаза. Когда я преодолевал, я ничего не чувствовал, ничего не думал. Это все произошло очень быстро и происходило все как в тумане. Что я еще могу сказать по поводу этого? Как то, что быстро он перемахнул забор и все. Что еще тут? Действительно, добавить больше нечего. Словно дубровлаг в Мордовии не зона, по периметру которой километры колючей проволоки, караульные вышки из десятых злобных специально обученных собак. А еще сенсорная и электронная система наблюдения в придачу. Подумаешь, пустяк. Говорили, что там женщина была, она его видела якобы, но не стрельнула. Она подняла тревогу, то есть сделала все как надо, но не смогла выстрелить. Если бы она могла выстрелить из-за томата, и все бы так порвалось. В недавнем прошлом все зоны охраняли солдаты-срочники. Теперь на караульной вышке может стоять любой контрактник. Мужчина это или женщина? Без разницы. Женщина-мать, женщина-хранительница отчига, и она не должна нести службу с оружием. Но, к сожалению, всегда так получается. А женщина более выносливая на это. Может быть, он бы и не убежал, если бы там не женщина была на вышке, которая бы стрельнул, как бы. Возможно, и Алексей Шестаков не улетел бы на вертолете, если бы не женщина. Тонкий знаток психологии он рассчитал. Если на караульной вышке окажется женщина, значит, есть шанс, что хотя бы на полсекунды она промедлит с выстрелом. Так и случилось. Предоставку ему греха, чтобы он отказался от своих намерений. В дальнейшем окреп, стой, применение огнестрельного оружия, воздух и при попытке пресечения основного ограждения, применение оружия на урожай. Так положено действовать в чрезвычайной ситуации по уставу охранной службы тюрьмы. А как было на самом деле? Я вам скажу так. Вот ты уже в армии, да? Подвижущейся мишени. С 350 метров. Это еще одна немаловажная деталь, которую Шестаков учел во время своего побега. Расстояние от вышек до плаца 350 метров. Охранники вооружены автоматами Калашникова. Попасть в человека с такого расстояния почти невозможно. Зато шансы уйти на свободу живым растут. Это неординарный человек. И этот неординарный человек спланировал все. Причем еще за полгода до побега. Для начала он наладил дружеские отношения с заместителем начальника колонии. С целью облегчить, так сказать, условия своего содержания Шестаков обратился к Беловикову и предложил ему за взятку, чтобы он разрешил ему проживать отдельно от других осужденных в спортивном зале данного исправительного учреждения, а также пользоваться мобильным телефоном, звонить с него. В общем, активно его используют. Потом Шестаков добился, чтобы с него сняли метку склонен к побегу и изменили режим содержания на более свободный. Затем у заключенного появился телефон и даже интернет. Цель побега была ясна. Оставалось придумать способ. Как? Это умный человек. Ну, почему даже дурак такую схему не придумал? Шестаков связался по мобильному телефону с авиакомпанией и заключил контракт на аренду Ми-2. Для побега подходит идеально. Но как вертолет прилетит на зону? Это ведь не такси. И тогда был разработан план, достойный российского Джеймса Бонда. Я получил все условия контракта. Потом осталось исполнителей. На роль исполнителя Шестаков назначил ту самую Татьяну Важалину, который стремился и по которой сходил с ума. В назначенный день Важалина вместе со своим приятелем из Питера Александром Русаковым должны были подняться на борт вертолета, а затем посадить его уже в колонии. Из личного дела Александра Русакова. 1975 года рождения. Неоднократно судим. Наркоман. Последний срок получил за разбой. Ну, они себя выдавали за, так скажем, важных гостей для прилета, которых вот был арендован этот вертолет. Шестаков имел возможность, здесь придется признать, по телефону давать указания этим лицам. То есть, все-таки головой во всем этом был именно Шестаков. Но, однако же, всю роль по найму вертолета, по, значит, дальнейшему определению пути побега играли его пособники. Вертолет заказан. Исполнители ждали отмашки. Шестакову оставалось организовать наземную часть побега. Он понимал, чтобы уйти от преследования, машины нужно менять, как перчатки. Шестаков договорился с тремя таксистами. Каждой машине определил точку посадки и высадки. Никто из водил не должен догадаться о побеге. Когда до побега оставалось всего три дня, Шестаков неожиданно меняет план. Сажать вертолет на плац слишком рискованно. И беглецы машины могут превратиться в доступную мишень. Тогда Шестаков решает. Лучше он зацепится за трос пролетающего в небе вертолета и так покинет зону. Я человек, который, скажем так, адреналином, что ли. То есть в свое время я летал и на парапланах, и на дельтапланах, и на крыльях. Да, Шестаков вообще это человек интрига. Побег этот был совершен как попытка Шестакова показать свое я перед преступным миром, который отбывает наказание. Во-вторых, может быть, он хотел в какой-то мере показать несовершенство вот той уголовной исполнительной системы. Человек-адреналин. Человек-паук. Именно так называли Виталия Островского, заключенного из Бутырской тюрьмы, который тоже решил проверить на прочность уголовно-исполнительную систему. Неординарно относился к сокамерникам, так сказать, отрабатывал, можно сказать, на них технику ударов, прыжки, резкое взбирание по отвесным стенам, вследствие чего его и прозвали-то Человек-паук. Чтобы спланировать идеальный побег, должен человек обладать достаточно очень высоким уровнем интеллекта, соответственно, физической подготовкой. Из личного дела Виталия Островского. 1985 года рождения. Родом из Белоруссии. Служил в армии. Занимался альпинизмом. Обладает большой физической силой. Склонен к апотажу. Криминальная специализация. Кражи. У него случилось психическое расстройство. Диагноз точно я сейчас не скажу вам. Его привезли сюда. Это психиатрическая больница следственного изолятора номер 2 города Москвы. Островский понимал, что долго его держать в психушке не будут. И в скором времени переведут в обычную тюремную камеру. Однажды, сидя на шконке, он услышал, как охранник открывает дверь. Сейчас или никогда, решил Островский и бросился на охранника. После того, как оттолкнул охранника, значит, он спустился по лестничному маршу и выбежал вот в эту дверь. Это как раз была на тот период рабочая дверь, через которую осуществлялся вход-выход на данный корпус. И вышел вот сюда во двор, значит, путь его был вот туда, в угол. Вот в этом месте, вот вы сейчас видите, идет стена. Вот эта стена высотой была вот прям до самой вышки. Подготовка его была настолько физически хороша, что он на пальцах, цепляясь за выбоины в кирпичах, смог добраться до самого верха стены и оказался перед часовым. Собой среагировал, увидел, но не успел. Он пока сделал предупредительный выстрел вверх, он уже перепрыгнул через забор, а в сторону уже за забор стрелять часовой не стал, потому что там находятся живые дома, вот, и могли попасть гражданские люди. Его задержали аж в Финляндии, вот, и потом передали сюда. Вот, он бегал, прошел все, считайте, границы, это и Россию, и финскую границу. Вот, задержали его финны, вот, тоже там на попытке кражи депортировали сюда, и здесь он уже за побег был осужден. Вот, дали ему три года общего режима. Вот, и сейчас он будет направлен отбывать наказание, а после чего будет уже передан в Белоруссию. А это Евгений Печенкин, человек-крот, мошенник и аферист, который сбежал из новосибирской колонии. Самое хорошее оружие – это мозги. Это страшнее пистолетов, страшнее любого оружия. Бывший прораб. Он втерся в доверие администрации и был назначен бригадиром на стройке новых бараков. А сам тем временем рыл подкоп из сарайчика, где хранились инструменты. На все ушло 4 месяца. Вертикальный лаз был прорыт на 5 метров, чтобы под землей обойти защитные сооружения и средства охраны. Потом вперед еще 100 метров и еще 8 метров под углом, чтобы выбраться на поверхность. Для удобства в тоннеле были проведены свет и вентиляция. С мастерством крота Печенкина орудовал обычным мастерком. Копал сначала сам, но ближе к зиме подговорил еще двоих зэков. Землю выносили в карманах или незаметно в картофельных мешках и рассыпали на соседней стройке. Всего, по словам Печенкина, они нарыли три КамАЗа с прицепами. Ненавижу, и вас тоже ненавижу. И вот оператора ненавижу. За что ненавидит новосибирский крот Печенкин оператора, непонятно. А вот два сообщника этого беглеца, которые помогали вырыть рекордный лаз для него, точно имеют полное право ненавидеть Печенкина. За два дня до побега он предложил своим сообщникам отдохнуть. Как-никак впереди Новый год. Те согласились. И зря. Хитрый Печенкин сам закончил рыть тоннель в ночь под Новый год. 31 декабря в последний раз окинул взглядом свое подземное творение и ушел на волю. А его друзья-пособники получили по два с половиной года сверх прежнего срока. Так Печенкин потерял друзей. Ловили Печенкина долго, но на след вышли сразу, как только пальчики крота засветились в очередной финансовой афере. В итоге Печенкин получил срок по новому делу, а заодно и срок за старый побег. Неважно, кто ты. Человек-крот или паук. Каким бы гениальным ни был задуманный план побега, и как бы удачно все не начиналось, заканчивается все одинаково плохо. Снова тюрьма, новый срок, да еще с ужесточением правил содержания. Заключенный Моисеев по кличке Дед об этом знал, но все-таки совершил свой побег на рывок. Конечно, я считаю, что у меня высшие силы помогали. Конечно, считаю, пусть это вам смешно покажется, что мне помог ангел хранить. Потому что такое препятствие преодолеть просто-напросто невозможно. Кроме высших, к месту преступления в республике Мордовия начали стягиваться другие силы – органов внутренних дел. В результате разозванных ориентировок были представлены приметы Моисеева, его возможные связи с родственниками. Он бежал в сторону леса, при этом упав, перекувыркнулся, почувствовал, что себя как бы в воде, почувствовал, что ноги не доставят дна, решил, что это речка. Ну, как, кстати, для наказания работал. Видите, на какую дорогу из леса просто-напросто. И двигаться в сторону населенных пунктов. Просто шел, бежал он, а как выжить, об этом тоже не думал. Я так понимаю, он сбился с пути. Завидев в сумерках огни какой-то деревушке, Моисеев решил, что отсидится там. Подходя к деревне, его пугнула собака. Он, обходя по левую сторону, увидел дом. Дом был жилым. Но хозяина не было. Осторожно обойдя вокруг жилища, Моисеев нашел лаз, через который можно было забраться в подпол и там дождаться, когда его перестанут искать. Ну, ну, сохранился тот самый поддом, но, по-моему, с какого-то момента уже меня искать стали. Поддом просидел двое суток, на корточке так вот мокрой. Не ел, не пьем. Потому что были обыски, потому что искали. Потому что везде были сотрудники. Были проведены мероприятия по подворовым обходам. То есть сотрудники учреждения по исполням наказания совместно с сотрудниками органов внутренних дел прочесывали буквально всю местность прилегающую и расположенную рядом с правительственным учреждением. Сидеть в сыром подвале в осенние ночные заморозки было тяжело. Моисеев решил перебраться на чердак. Да и наблюдать сверху за деревней было удобнее. Поднялся на крышу, и там еще двое суток просидел тоже. Ну, без питания я просидел бы, а без воды стал бы. А сейчас нехватка воды в организме. Пить очень хотелось. Я соображал, что еще сутки, может, оцепление снимут, перестанут машины ездить. Потом пойду дальше. Словно загнанный зверь, беглец наблюдал, как его ищут. Стоило ли бежать, чтобы сейчас сидеть в полузаброшенном доме голодным, замерзающим, одиноким? Ну, не скажите, это тоже свобода. Чтобы это почувствовать, я должен просидеть десятку. Конечно, был я на свободе. Я говорю, ну, надо бежать в сторону Москвы. В Москве, говорю, на Казанском вокзале документы и все, копейки стоят, и все, и свободен. Я сижу здесь, замерз, как собака, мокрый. И мне никто ничего не укажет. Я сам себе свободен. Я внутренне свободен. Побежал в другую сторону. Но у нас, в Мухаммане, куда у нас прячешься? Где? Те же родственники в первую очередь выдадут и предадут. Когда он сбежал, мне все писали в интернете. Родственники, знакомые стали писать. Галя, осторожней. Ваня убежал, возможно, в Москве. Может, он тебя хочет убить за то, что ты... Вроде пошла милиция. Ну, я знала, что... Я всем им писала. Он говорит, не бойтесь, меня он не убьет. Он меня всегда любил. Не за тем он сбежал, что вот ему надо убить меня. Я не верила. То, что я знаю его, он был добрый. Но голод и жажда сделали свое дело. Моисеев решил позариться на и без того скудные запасы хозяина дома. Я спустился. На лавке были яблоки, взял два яблока и яички. Поднялся все мое питание на четвертые сутки. Именно эти несколько яблок и сыграли роковую роль того самого сыра из мышеловки. Убежище стало западней. Ловушка захлопнулась. Когда хозяин дома с города Старбеево приехал, обнаружил, что не хватает шесть яиц и несколько яблок. На пятые сутки мы уже... Пять тысяч человек искал его в четыре дня. Они все получили, грубо говоря, как минимум по дисциплинарному взысканию. А возможно, кого-то уволили и кого-то наказали, чего-то лишили. Прикиньте, днем и ночью искать человека, когда на тебя орут и говорят, ищи. Они все зны. Они все зны. Поэтому они... Я удивляюсь, что они его не убили. Они могли его и убить. Поэтому, естественно, то, что задержали, проводить кому-то, просто повезло ему, что он жив остался. Сейчас Иван Моисеев отбывает срок в той же самой колонии строгого режима, из которой сбежал. За четыре дня свободы ему добавили еще срок. Два года. Всего ему теперь сидеть 11 лет. Такая вот тюремная арифметика. Первоначально, я думаю, ему будет очень тяжело. Просто очень-очень тяжело. Действительно, если нельзя изменить ситуацию, надо изменить отношение к этой ситуации. В любом случае, жизнь продолжается. Я думаю, что он и это может преодолеть. Я хотела бы попросить у него прощения. За то, что я его не простила. За то, что я не езжу. За то, что я отказалась от него. И сейчас, когда все это произошло, я поняла, что он мне очень дорог. Что я его теперь не оставлю. Восемь тридцать утра. В колонии началась смена караула. До проверки заключенных полчаса. Плац был свободен. Но вертолета нет. Шестаков понял, что-то в его плане пошло не так. Пошло все не так. Вертолет завис над колонией. Но не над 17-й, где их ждал Алексей, а над соседней, 12-й. Вожалины и Русаков поняли, что заблудились и приказали пилоту менять маршрут. Когда пилоту к затылку приставили дул пистолета, ну, соответственно, это нормальная реакция. Он полетел туда, куда ему говорят. Восемь сорок пять. Прапорщик охраны Татьяна Шлейник заступила на боевое дежурство. И вдруг шум. А за ним то, отчего даже она, опытная сорокалетняя женщина, обомлела. Над колонией летел вертолет. Слышал шум винтовки. Но я как бы не придал значения, что что-то такое может даже произойти. Татьяна тут же доложила в дежурную часть. Включился сигнал тревога. Все четко, по инструкции. А дальше произошло невероятное. Вертолет снизился и завис над тюрьмой. Из люка вертолета сбросили длинный веревочный трос. Он почти доставал до земли. Счет шел на секунды. Прапорщик Шлейник вскинула автомат. Они немножечко трос запутали. Я им сказал, снизится до 45 метров, они снизились до 20. То есть, и когда веревку скинули, получился большой такой-то клубок. Шестаков встал ногами на клубок и дернул трос на себя. Это была команда. Вертолет стал подниматься. А если бы этот клубок распутывался, то есть, вот на всю вот эту длину мотка, мне бы пришлось упасть. Ну, а как бы там сложилось, не знаю. Татьяна Шлейник видела беглеца в прицеле 5 секунд. 350 метров между ней и Шестаковым. Предупредительный выстрел в воздух. Но никто его не слышит в шуме винтов. Следующий по инструкции в беглеца. Она выстрелила. Я ей говорю, что подвижившийся мишень, с 350 метров. То есть была уверенность, что... У меня была уверенность. Прапорщик Шлейник промахнулась. Она хорошо знала инструкцию и следовала ей. Стрелять в вертолет нельзя. Он может упасть на жилые строения. А секунды стремительно таяли. Татьяна прицелилась еще раз. Но в следующее мгновение вертолет скрылся. Были кадры, которые вот я видел, когда основные камеры, находящиеся на территории колонии. И отдать должное тому же навыку этого беглеца. Прицепиться так быстро за такой короткий период на канат и рискнуть подняться над колонией. Это тоже надо иметь определенную смелость. Или в то же время держать. Была уверенность, что... Не помнишь? Ну как? Я помню, все. То есть было нормально такое чувство, короче. Ну, я уже видел, когда уже он улетал. Вот этот момент. Эмоционально, как бы, знаете, что хватило духа у человека на такой поступок. Восторг и ликование среди заключенных сменились недоумением. Кто этот сумасшедший? Буквально проверка у нас проходила. И вот во время проверки уже было известно, что это он. Вертолет с висящим на тросе Шестаковым полетел в сторону Вологды. А затем сел недалеко от окружной дороги. Основной ошибкой, наверное, осужденного Шестакова было то, что вертолет был направлен в сосредоточие основных сил, которые могут принимать участие в розыске. То есть полетели преступники в сторону города Вологды, где и находились основные силы. Чтобы не попасть в руки полиции втроем, Шестаков предложил сообщникам на время разойтись. С условием, что через несколько дней, когда все утихнет, они обязательно встретятся. Но это был блеф. Лишние свидетели побега Шестакова были не нужны. Любовь к свободе оказалась сильнее даже, чем любовь к Татьяне Важали. Информация о том, что вертолет сел, и именно место, где он приземлился, она поступила буквально через 20 минут после начала розыскных мероприятий. То есть, соответственно, уже было определено место, где, возможно, находятся преступники. Приблизительно было известно их количество, и то, что они вооружены. Во всех крупных населенных пунктах Вологодской области сейчас усилены меры патрулирования. Частично прошла информация, опять же, со слов жителей о том, что преступники разъединились. Часть из них села в машину, кто-то из преступников ушел пешком. Уже через час после побега на всех трассах стояли патрули. На выезде из города они проверяли все машины. Двигаясь здесь по дороге нарядами, увидели, что идут мужчины, женщины голосуют, останавливают машины. Мы на расстоянии, как бы им сразу сказали, покажите ваши руки, держите, чтобы мы их видели. Мы приложили сесть в патрульную машинку, немножко применили, как бы, в Англии. Она немножко научилась, что вы не имеете права, что вы делаете. Потом она улыбнулась, когда у нее зуба не было. Это вес, как пример. Шахов Александр Александрович. Год рождения? 75-й. Судимость есть? Есть. Когда? За что? Не помню точно. Статьи? 162-я. 175-я. Фамилия и отчество? Уважаемая Татьяна Владимировна. Год рождения? 76-й. Судимость есть? Конечно. Ну все. А машина с Алексеем Шестаковым мчалась в это время в сторону Ярославской области. Ну, скажем так, я проехал два поста спокойно. То есть никто не остановил или просто никто не... Нет, остановили, открыли машину, посмотрели, пустили дальше. Третий пост проскочить не удалось. Ну, где-то стояли мы в Пирогово часа, наверное, три. Останавливали все машины, проверяли, работали, как обычно, по плану вулкан. Вот на одной машине, которую мы остановили, оказался пассажир. Пассажир вел себя странно. К тому же явно притворялся пьяным. Насторожили и документы. Фотография и лицо пассажира явно не совпадали. Он уже был подозрением у нас, когда человек. То есть, и когда вот произнес эту фразу, что доставайте наручники, он сразу трепенулся, как бы отпрыгнул вглубь машины. Я вот видел чекот гранаты. Вот тут, конечно, уже екнуло сердечко. И отбежали, свою машину спрятали. Чтобы, думаем, сейчас, если будет взрыв гранатный, чтобы прикрыться за сколько в своей машине патрульной. Прошло три секунды. Взрыва не последовало. Шестаков воспользовался заминкой. Мгновенно перебрался на переднее сидение и нажал на газ. Сотрудники ДПС открыли прицельный огонь по колесам. Но машина уже сорвалась с места. Мы, в принципе, сразу открыли пальбу. То есть, я еще только сел на заднее сидение. То есть, у меня уже, в принципе, свистело с головой. Он доехал до знака грязной, скинул машину и побежал в сторону. Строительной компании дорог. И он бежит где-то слева от нас, в сторону гаражей. В нашу сторону. Он управляет пистолетом и такие движения делает, как будто бы он стреляет. Только движение вот такое. В нашу сторону. В гаражах преследователи потеряли Шестакова. Тот перелез через ограду и попытался отобрать машину у кого-то из посетителей автосервиса. Но его самого чуть не задавили. Его сотрудник ЕС, он охрана, бежал на прицеле. Кричал ему. Просто оружие, ложись на землю! Все кричат, ничего не будет. Стрелять не будем, ничего бить не будем. Все кричат, то есть там с одной стороны, с другой, ты как-то так быстро смотришь. Беглеца уложили на землю. Надели наручники. Шестаков уже не сопротивлялся. Единственное, о чем попросил, покурить. Мы спросили его, ты ранен? Мы его спросили. Он сказал, да, я ранен. Живот мы загнули, мы посмотрели. Маленькое состояние. Но все равно по разу вызвали скорую, дежурную часть. Фамилия и отчество? Шестаков Алексеевич Данович. Ладонь. Погиб, как все решили? Остаривайтесь. И так бывает. Убежал один, а поймали сразу троих. На всех вместе получили 47 лет тюрьмы. Без комендария. Назначить Шестакову в чудо-положении части 2-й статьи 58-го класса Российской Федерации наказания в виде 24-х лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Я сейчас нормально сходи так, позит. Тихо. Что у нас, кто знает. Осужденный достаточно воодушевлялся при появлении интересующихся им сотрудников, представителей СМИ. То есть он сам себя считал в этом случае героем. Ну, вы представляете, такого никогда не было. Тем более в России. Столько случаев таких вообще. Не потому что попасть в историю. Вы все раздули такую прям, я не знаю. Маха, гляд, захват. Все значительно проще. Прикольно же вышло. 24 года сидеть Алексею Шестакову. Когда он выйдет на свободу, ему будет 60. Его героиня Татьяна Важалина осуждена на 11 лет. Однако Алексей не унывает. Может быть, верит в новый полет. Когда пройдет этот срок, никто не знает, что будет завтра. Да побег будет еще этим. Я этого не говорил. А все будет хорошо. В Иркутской области разыскивают опасных преступников, которые сбежали из колонии строгого режима. Это произошло в поселке Марково под Иркутском. Как рассказали в областном управлении службы исполнения наказания, четверо осужденных сделали подкоп под забор. Сбежавшие зэки отбывали наказание за убийство и грабежи. За свои преступления бандиты получили от 7 до 25 лет лишения свободы. Четыре месяца велись поиски беглецов. 12 подразделений МВД, ОМОН, СОБР прочесывали непроходимую тайгу площадью в несколько сотен квадратных километров. В зоне особого внимания оказалась не только Иркутская область, но и соседняя республика Бурятия. Чтобы не выпустить преступников из предполагаемого района и затянуть так называемую петлю поиска, были привлечены специалисты из Москвы. Поиски осложнял пресловутый человеческий фактор. Стало известно, что один из бежавших преступников, Владимир Авдеев, бывший военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВДВ, обладает навыками выживания в экстремальных условиях. Право охранителю понимали, найти и обезвредить Авдеева будет непросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спецназ «ФСИН». К его помощи прибегают, когда остальные доводы исчерпаны. Когда преступника, сбежавшего из тюрьмы или колонии, не удается поймать сразу. Специально обученные и хорошо подготовленные профи тоже обладают неслабыми навыками элиты из воздушно-десантных войск, морской пехоты, спецназа ГРУ с опытом пребывания в горячих точках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человеку с улицы попасть намного сложнее в подразделение. Необходимо пройти очень строгий отбор, где проверяются его не только физические качества, но и психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям. После этого он зачисляется стажером в подразделении. Через три месяца, если выдерживая стажерскую службу, мы зачисляем его в штат подразделения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашей съемочной группе удалось побывать на закрытой и самой секретной базе по подготовке спецназа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежедневные тренировки закаляют характер бойца. Спецназовец должен уметь выполнять задачи любой сложности и на любой местности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки основная опасность – это сами горы. То есть объективные причины, камнепады, погода, лед, снег. Должен быть человеку тяжело у них в горах. То есть это самая большая опасность на самом деле. Здесь каждый шаг может оказаться последним. Поэтому во время боевой операции в горах все действия спецназа точно рассчитаны. В основном работает снайперская пара. То есть наблюдатель и стрелок. Наблюдатель постоянно контролирует местность в зоне поражения. Если объект появляется, то есть есть фотография, допустим, какие-то данные. Все, если подтверждать, что это Илон, то если дают приказ на уничтожение, значит, уничтожается. Этот боец старается не светить свое лицо. Снайперу не нужны лишняя слава и внимание. От одного его выстрела может зависеть успех всей спецоперации. Первым на линию всегда выдвигается он – снайпер. А уже за ним следует группа автоматчиков. Мы не вправе выдавать все тайны спецоперации по поиску и захвату иркутских беглецов. Можем только сказать, что все делается профессионально и грамотно. 12 июня, почти через месяц побега, под стражу был взят первый из сбежавших – 27-летний Юрий Прохоров. Искусанный комарами и мошкарой беглый зэк прошел 300 километров по тайге, прежде чем решился выйти к людям и наняться на работу в коровник. Даже не за деньги – за еду. Я пошел наверх, ну, на трактор. Там, где Лена, два мужика работают на делене. Лесторская. Я подошел, у них спросил сигареты, они мне дали. 4 июля на окраине Улан-Удэ взяли еще одного – 28-летнего Александра Рыбакова. При задержании он не успел оказать сопротивление. Да, у меня было оружие, которое магическое. То есть, когда я его взял на одну из дач. 26 июля был задержан третий беглец. Константин Павловец преодолел по тайге 500 километров от Иркутска до родного села Косойброд в Нижнеудинском районе области. Ночью он постучал в свой дом. Ему открыл отец. Они проговорили до самого утра. Это было нелегко, но отец все-таки сумел уговорить блогного сына добровольно пойти в полицию и сдаться. На допросе Павловец рассказал все в подробностях. Где скрывался сам и почему все четверо подельников разбрелись по тайге. В болото прятаться. Все там закопались. Этот вертолет над нами, уже там все. Ну, летает, летает, так тает Авдеев. Поднимается и на хода. Ну, когда увидел, что их высаживают. А мы так и не вылазили из этой болото. Сидели в кустах этих там. На свободе оставался лишь 38-летний Владимир Авдеев, которого теперь уже не без основания можно назвать дерзким организатором побега и лидером группы. Петля поиска сужалась. Шансы преступника выскользнуть, остаться на свободе и выжить были практически сведены к нулю. Рано или поздно, или он сам, как бы, там в тайге его, или дикие звери задерут, или он сам там, может, от обезвожения, или какие-то раны получит, травмы там серьезные, не сможет никаких медикаментов достать, там, начнет загнивать и от болезни умрет. Или в конечном итоге все-таки поймает. Так и случилось. Холод и голод выгнали Авдеева из тайги. Он сам вышел к людям. На заготовительный участок около поселка Большой Лук. Без документов и лишних объяснений нанялся в рабочие и решил затаиться до поры до времени. Не вышло. Чужака в тайге вычислили сразу. Взяли Авдеева рано утром. Оказать сопротивление преступник не успел. Операция по его захвату длилась почти 4 месяца, а закончилась в считанные минуты. Сейчас Авдеев дает показания. Ты намеренно, как бы, их одних оставил? Нет, они сами потерялись. Ну, в тягой санитете были, да? Да, мне не без разницы. Но я померю, что... Пошли тебе с вами, скрывался. Во время операции по захвату Авдеева спецназ обошелся без крайних мер и даже не применил огнестрельное оружие. Но можно не сомневаться, какими бы хитроумными и коварными ни были замыслы беглецов, ответ на их преступные действия всегда будет жестким и адекватным. Во всем мире нет таких тюрем, из которых заключенные не пытались бы сбежать. Но как бы гениально все не начиналось, финал всегда один. Преступников ловят и добавляют срок. Для тех, кто еще не понял, идеальных побегов не бывает. Это иллюзия. Ловушка для дураков. В частности, в крупнейшей ее тюрьме. Знаменитых Питерских крестах. Построенная на совесть в конце прошлого века, крепость тюрьма считалась одной из самых суровых в стране. И в первую очередь, благодаря самой надежной системе охраны. За это время через нее прошли сотни тысяч заключенных. И мысль о том, чтобы покинуть ее досрочно, наверняка посещала большинство из них. Многие и пытались. Но за более чем вековую историю в крестах удалось совершить лишь пять удачных побегов. Хотя желающих самовольно покинуть ее стены становилось все больше и больше. В один из июньских дней 91-го года в следственном изоляторе номер 45-1, он же Кресты, появился новый обитатель. Точнее, 32-летний Юрий Перепелкин оказался здесь не в первый раз. Ранее он был судим за кражи и побег из колонии поселения. Теперь определенный в камеру номер 945 вор-рецидивист обвинялся в умышленном убийстве. Вернувшись в Питер после последней отсидки к любимому занятию квартирным кражем, Перепелкин в качестве очередной цели выбрал квартиру своего приятеля. Во время кражи он обнаружил неожиданно оказавшуюся дома мать товарища и, недолго думая, задушил обезумевшую от ужаса пожилую женщину бельевой веревкой, после чего стер по обыкновению отпечатки пальцев и, прихватив вещи убитой, спокойно покинул квартиру. Перепелкин был уверен, что улик на него нет, а на знакомого никто не подумал. Но во время предварительного следствия он неожиданно узнает, что на этот раз ошибся. На шее жертвы остались четкие отпечатки его пальцев. Профессиональный вор с ужасом понимает, что в этот раз ему светит вышка. Угрюмый, нелюдимый, внешне скупой, на какое-либо проявление эмоций, Перепелкин на самом деле, как никто другой, не мог смириться не только с возможным смертным приговором, но даже с мыслью, что ему придется провести долгие годы за решеткой, если пронесет с вышкой. А как там за решеткой, он очень хорошо знал. Чувствовать себя в тюрьме уверенно можно, только завоевав авторитет у других зэков. Тщедушный и малообщительный Перепелкин вряд ли мог рассчитывать на признание сокамерникова. Но по предыдущему опыту он знал, что все может в один миг измениться, если совершить что-то из ряда вон выходящее и тем самым завоевать этот пресловутый авторитет. Но как? И тут Перепелкину приходит безумная на первый взгляд мысль. Во все времена высшей воровской доблестью считался побег. Но только побег настоящий, а не его дешевая имитация. И даже в случае неудачи, но если, конечно, бежавший остается в живых, он сразу получает солидный статус в зэковской иерархии. Перепелкин, уже имевший опыт побега из колонии, психологически был готов к этому. Но кресты не зона общего режима, и тем более не колония, а поселение, а одна из самых надежных тюрем в стране. Он знал, что за ее вековую историю было лишь пять удачных побегов. Надеяться, что шестым будет именно он, было наивно. Но два-три года ждать, когда тебя поведут на расстрел, не меньшее безумие. И все это время сидеть у параши и терпеть издевательства более крутых сокамерников, а потом прислушиваться к каждому шагу и скрипу в камере смертников. И Перепелкин начинает всерьез обдумывать план побега. В армии он был сапером. Там и выработал главные профессиональные качества, осторожность, предусмотрительность и отличную зрительную память. Во время ежедневных прогулок он внимательно изучает систему коридоров изолятора, расположение помещений их корпуса, запоминая все до мельчайших деталей. Намечает возможные пути ухода, выясняет график дежурства охранников и даже их личные качества. Но чем больше Перепелкин изучал обстановку, тем больше понимал, что все это нереально. Слишком много должно будет совпасть обстоятельств, чтобы удалось вырваться отсюда. Но однажды, когда Перепелкина повезли на следственный эксперимент, он сделал удивительное открытие. Выяснилось, что их корпус находился в самом углу тюремной территории и вплотную примыкал к жилому дому, расположенному за территорию тюрьмы. Более того, это был единственный корпус в крестах, где прогулочные дворики располагались на крыше. А отсюда было рукой подать и до последнего препятствия отделяющего заключенных от воли щитов с колючей проволокой. Если колючка была не под током, то преодолеть этот рубеж не проблема. Все это радикально меняло дело и давало единственный реальный шанс на успех. Но в одиночку осуществить замысел было нереально. А предложить кому-либо из 24 обитателей камеры номер 945 составить ему компанию предусмотрительный сапер не хотел. Велика была вероятность, что выбранный компаньон окажется стукачем и сдаст его тюремной администрации. Нужно было тщательно изучить своих соседей по нарам, чтобы не промахнуться. Во-первых, это должен быть человек, которому, как и самому Перепелкину, нечего было терять. Во-вторых, он должен быть способен безоговорочно подчиниться его воле. На эту роль больше всего подходил Владислав Зеленов, в свои 20 лет имевший целый букет тяжких преступлений, включая убийства и также шедший по расстрельной статье. Но главным кандидатом в сообщники на побег его делало то, что уже сидя на зоне, он убил авторитета, а по зэковским законам возвращение в колонию означало для Зеленова верную смерть. В конце октября в камере появляется новый постоялец. 25-летний Юрий Шапранов. Как и в этот раз неоднократно привлекался за разбой. Физически крепкий и волевой, он буквально за несколько дней утвердил среди старожилов свой авторитет и стал непререкаемым лидером в камере. Перепелкин мысленно взял на заметку и его. Но как попытаться зацепить их на мысль о побеге, не говоря уже о том, чтобы всерьез предложить его осуществить? Шли дни, но Перепелкин еще не решил, как он будет выходить на контакт с сообщниками. Но однажды ночью происходит невероятное. Он случайно слышит, а кроме памяти у вора и сапера должен быть и абсолютный слух, как один из его сокамерников предлагает другому бежать. Сама судьба давала Перепелкину шанс, но самое фантастическое состояло в том, кто кому предлагал бежать. Инициатором побега был никто иной, как Шапранов. Вторым заговорщиком Зеленов. Это было настолько поразительно, что Перепелкин даже вначале подумал, что все это дурацкий спектакль, его хотят спровоцировать, а потом сдать тюремной администрации взамен на какие-то поблажки. Но прислушавшись, он понял, что это был не мираж, и те люди, на которых он готов был положиться, действительно собираются бежать. Теперь нужно было действовать решительно, но по-прежнему осторожно. Понимая, что, скорее всего, никто ему участвовать в побеге не предложит, маленький, неказистый, молчон, вряд ли мог внушить доверие у пораженных рецидивистов, Перепелкин сам придумывает нехитрый спектакль. Однажды, во время очередной раздачи еды, как бы невзначай, но так, чтобы это хорошо слышал Шапранов, Перепелкин эмоционально произносит тираду о том, что жить в этих скотских условиях больше невозможно, и что лучше получить пулю от охранника, чем продолжать гнить в этой общей могиле. Актерского мастерства Перепелкина хватило, чтобы Шапранов поверил в искренность тихого сокамерника. И тот, выбрав момент, осторожно намекает Перепелкину на участие в предстоящем побеге. В ответ Перепелкин предлагает Шапранову уже готовый и выверенный до мелочей план побега, основанный на его главном открытии, близости прогулочного дворика к крыше, находящегося уже на воле жилого дома. Потрясенный Шапранов мгновенно понимает, Перепелкин это тот, кто им нужен больше всех. Но в тот момент Перепелкин добился и самого важного. Он увидел, что Шапранов проникся к нему уважением, и если он и дальше будет все делать правильно, то скоро заставит всех беспрекословно подчиняться его Перепелкина указаниями. Это была первая и вторая победа одновременно. Началась совместная подготовка к побегу. Первым делом нужно было решить, как добыть ключ от двери, ведущей на смотровую вышку. Только оттуда и можно было беспрепятственно выйти к щитам, выводящим на волю. Но для Шапранова как раз это и не составляло проблем. Ключ он намеревался спокойно отобрать у конвоира во время прогулок. Это и будет сигналом к началу побега. Заговорщики начинают тщательно отбирать кандидатов в команду. Главный принцип отбора это должны быть люди, которые не сдрефят и пойдут до конца. Шапранов с Перепелкиным отобрали сокамерников с самыми тяжелыми статьями, распределили роли и обязанности каждого во время предстоящей операции. При этом Шапранов оставался руководителем, а реальным мозговым центром стал, разумеется, Перепелкин. На случай, если во время осуществления плана произойдет что-то непредвиденное, был подготовлен второй вариант сценария. Они берут в заложники кого-нибудь из тюремной охраны и диктуя свои условия руководству изолятора добиваются беспрепятственного выхода за пределы тюрьмы. Шапранов стал категорически возражен. В отличие от Перепелкина, которому терять было нечего, ему в случае неудачи побега все равно больше пятнашки не светило. Если при обычном побеге охранники вряд ли устроят стрельбу побеглецам в центре большого города, то в случае взятия заложников риск быть убитым очень велик. Но Перепелкину удалось внушить Шапранову, что до заложников у них дело не дойдет, хотя на всякий случай необходимо подготовиться и к этому варианту. Особая роль в этом случае ложилась на того, кто должен будет непосредственно держать заложника. Перепелкин знал, что это должен быть не имевший опыта убийства заключенных. Гарантия успеха любой акции с захватом заложников может быть только гарантия их безопасности. Отморозок такой гарантии дать не мог. Выбор пал на 20-летнего Никиту Федорова, взятого за квартирные кражи. Он вряд ли мог получить большой срок и бежать ему смысла не было. Но тонкий психолог Перепелкин смог увидеть Федорове не только коллегу по ремеслу, но и родственную душу и внушить ему, что у побега стопроцентная гарантия успеха. Важным этапом стало изготовление подручных средств. Опытный Королев, проведший на зоне половину жизни, смастерил из простыней веревочную лестницу и при помощи хитроумного приспособления духового ружья, сделанного из газет, определил точное расстояние от прогулочного дворика до последней преграды колючей проволоки, а также то, что она обесточена. В середине января Шапранов и Зеленов наконец сделали из ботиночных супинаторов заточки. А изготовлением муляжей гранат, которые могут решить многие проблемы, бывший сапер Перепелкин занялся, разумеется, собственноручно. Их он должен будет сделать из незаменимого в таких случаях хлебного мякиша непосредственно перед побегом. Но главное, что удалось Перепелкину за это время, все безоговорочно поверили в него и стали слушаться наравне с по-прежнему руководившим подготовкой Шапранов. В первую очередь Перепелкин добился безукоризненной внутренней дисциплины у каждого посвященного, даже если раньше тот ей не отличался. Однажды он даже подумал, что по образцовому поведению участников побега и их слишком серьезным лицам остальные сокамерники могут что-то заподозрить. Обдумывая по ночам детали предстоящего побега, он почему-то иногда вспоминал, как в школе каждый раз убегал с уроков, как только они начинали ему надоедать. И как однажды убежал даже из детского садика, когда воспитательница заставила его убирать разбросанные по комнате игрушки перед долгожданной прогулкой. Тогда он очень любил ходить на прогулки, ведь вокруг не было ни решеток, ни колючей проволоки. К началу февраля практически все было готово, и уже можно было назначать день начала операции. Но однажды, сразу после утвенней прогулки, в их камеру неожиданно приходят контролеры и производят профилактический шмон. если заточки постоянно были искусно спрятаны на теле у Шапранова и Зеленова, то только что законченную веревочную лестницу Королев буквально в последнюю секунду успел спрятать у себя под одеждой. Во время обыска камеры он проявил невероятное самообладание, не вызвав подозрений у очень проницательных контролеров, и те ушли ни с чем. Повисшая на волоске операция была спасена. Итак, к побегу все было готово, и группа заговорщиков окончательно сформирована. Перепелкин, Шапранов, Зеленов, Королев, Федоров, Зиновьев, Уткин. Операцию по предложению Перепелкина назначили на воскресенье, 23 февраля. Несмотря на положенное по праздникам усиления охраны, это было оправдано. Именно эффект неожиданности будет главным союзником бегущих. Кроме того, Перепелкин узнал заранее еще одну важную деталь. Однажды он подслушал разговор двух охранников в коридоре, из которого выяснил, что в этот день, 23 февраля, у одной из контролеров, которая должна была дежурить в их корпусе, Валентина Авакумовой, будет день рождения. По мнению Перепелкина, это подсознательно должно будет ослабить бдительность охраны. 23 февраля 92 года следственный изолятор номер 45 дробь 1, он же Кресты, жил своей обычной жизнью. В распорядок отлаженный годами не могло внести коррективы даже то, что был день советской армии и многие обитатели чисто мужской тюрьмы по-своему пытались даже его отметить. В 8.00 как всегда началась утренняя поверка заключенных. В 9.00 осмотр камер. В 9.10 дежурные заключенные стали разносить завтрак. В 10.00 начали выводить покамерно заключенных на прогулку. Согласно разработанному плану в этот день из камеры номер 945 на прогулку вышли лишь отобранные для побега заключенные. Шапранов за минуту до выхода из камеры объявил, что сегодня по графику гуляют именно эти 7 человек. В 10.30 заговорщики направились в прогулочный двор. По плану Перепелкина последними шли Федоров с заточкой и Уткин с хлебной гранатой, чтобы в случае необходимости нейтрализовать идущего следом контролера с собакой. Но еще на лестнице Перепелкин замечает, что контролер не стал их сопровождать, а остался на втором этаже, где находились служебные помещения. Это было на руку заговорщикам. По плану Королев должен был следить за охранником, дежурящим на вышке, и как только тот отойдет на значительное расстояние, дать сообщникам сигнал к побегу. Им повезло и сейчас. Охранника на вышке не было. Королев дает знак, едва подойдя к прогулочному дворику, заговорщики нападают на контролера. Перепелкин забирает у него проходной ключ и бросается к двери ведущей на вышку. Запихнув находящегося без сознания контролера в прогулочный дворик, преступники бегут за Перепелкиным, но в этот момент их замечает охранник с крыши. Теоретически времени опередить его и добраться до последнего барьера должно было отхватить. Но замок долго не поддается, теряются драгоценные секунды. Наконец дверь открывают, путь на волю свободен, но охранник успевает буквально у них перед носом захлопнуть ведущий на вышку люк и тут же сообщить о побеге в дежурную часть. По изолятору появляется тревога. Немедленно поднимается спецподразделение, предназначенное на случай экстренных ситуаций, и уже через пару минут его бойцы подбегали к девятому корпусу. Поняв, что путь к свободе отрезан, Перепелкин дает команду на переход к осуществлению запасного варианта захвата заложника. В этот момент оставшиеся на втором этаже контролеры Александр Еремский и Валентина Авакумова находились в служебном помещении так называемой корпусной. Ворвавшийся туда Федоров действовал строго по перепелкинской инструкции. Подбежав с заточкой к ничего еще не понявшей Авакумовой, он тихо но отчетливо произнес не шевелиться это побег вы заложница. Шапранов с Зеленовым в этот момент связывали Еремского. Уткин и Королев у которых находились муляжи гранат по новому плану должны были прикрывать вход в корпус. Но в тот момент когда они выскочили в тюремный двор им навстречу уже бежали бойцы группы спецподразделений. Заскочив обратно в корпус Уткин все же попытался остановить спецназовца. Он выхватил гранату и закричал что если они сделают еще один шаг он выдернет чеху. Но увидев что бойцов это не остановило Уткин кинулся вслед за остальными и теперь уже преступники опередив на мгновение спецназовцев успели захлопнуть дверь корпусной. После чего сообщили командиру группы о захвате заложников и потребовали связаться с руководством тюрьмы чтобы выдвинуть свои условия. поскольку было воскресенье и это тоже было частью замысла Перепелкина начальника изолятора на месте не было. Пока его и руководство городской милиции вызывали в кресты и как положено по инструкции сообщали о чрезвычайном происшествии в Москву у преступников было время осмотреться в корпусной и продумать тактику поведения. Но главное сам Перепелкин успел за это время позвонить домой рассказать матери о случившемся и попросить ее немедленно сообщить о захвате заложников средством массовой информации. Его ход был безупречен. Если репортеров и телевизионщиков впустят в изолятор то вряд ли кто-либо осмелится в их присутствии на силовые действия. Прибывший вскоре в изолятор начальник управления исполнительно-трудовых учреждений по Санкт-Петербургу и области полковник Александр Кулаков немедленно направился на переговоры с бандитами. Я подошел когда к этому к окну то через окно увидел такую картину что прямо напротив сидит контролер Авакумова а около нее находится один из захватчиков и около города держит заточку. Это и был четко выполнявший инструкции Федоров. Перепелкин сразу обратил внимание на это окно и посадил туда Авакумову с Федоровым чтобы все видели дрожащую от страха женщину с приставленной к горлу заточкой. А второго заложника Еремского Перепелкин решил держать собственноручно. Но Кулакову хватило выдержки спокойно выслушать условия террористов которые требовали оружия бронежилеты автотранспорт для проезда до аэропорта и самолет для вылета за границей. Пытался выглядеть спокойным и вступивший в переговоры с Кулаковым Шапранов. Сидящий в глубине корпусной и невидимый из окна Перепелкин давал указания Шапранову. Главным в тот момент было установление срока выполнения их требований. Итак на выполнение всех требований бандиты давали один час к 13.30 все должно быть выполнено время пошло по-настоящему и в Субтитры создавал DimaTorzok 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 В противном случае они убьют заложников ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но предложение было немедленно отвергнуто А зря! Потянулись минуты напряженного ожидания Положение осложняло и то, что постоянно из Москвы Обстановку запрашивало руководство МВД И каждый раз интересовалось Готов ли штаб начать операцию по освобождению заложников Но здесь все понимали, что решительные действия Можно начинать только в самом крайнем случае Когда жизни заложников начнет угрожать реальная опасность Кулаков был уверен, шансы на мирный исход есть И их во что бы то ни стало нужно использовать Но на крайний случай, случай штурма Подготовительную работу прибывшим в изолятор бойца Мамона Необходимо было провести уже сейчас Но как только начали устанавливать лестницу Находящийся в глубине корпусной Перепелкин Дает указание Федорову подойти вместе с заложницей Авакумовой к окну И по-прежнему угрожая ей заточкой Заставить убрать лестницу Время шло, напряжение возрастало Но преступники продолжали настаивать на своем Тогда решили пригласить двух известных авторитетов Находящихся в тот момент в крестах К сожалению, это тоже не помогло Эти осужденные преступники, которые находились в этом помещении, держали заложников Они верно понимали, что просто так им это не обойдется Кулаков знал, что шансы на благоприятное разрешение ситуации есть не понаслышке Как правило, после начального куража у террористов наступал период апатии И чаще всего их быстро удавалось уговорить сдаться Но в тот момент он еще не знал, что бандиты обнаружили в корпусной спиртное И для некоторых период апатии уже не наступил Сейчас все понимали, что нужны неординарные методы Штаб принимает беспрецедентное решение Привезти в изолятор близких родственников преступников В надежде, что они заставят одуматься хотя бы одного из заговорщиков Вот сейчас приехали, я не знаю, что я жена одна, а вторая, идите сюда Вот посмотрели свою жену Знаете, тебя любят? Таня, прощай! Ну не надо прощаться, ты будешь подумать Прощай вам! Вот это отлично, да? Я люблю тебя! Это отлично! Прощай! Я люблю тебя, дура! А ты знаешь, что с мамой так сейчас? Ты еще молодая, у тебя вся жизнь... Ты знаешь, что с мамой так сейчас? Вот и подумайте сейчас По злой иронии судьбы, именно Королев был уже достаточно пьян И переговоры с женой ни к чему не привели Ребята, успокойте, успокойте, ребята Я понимаю, что ему сейчас... Переговоры со штабом продолжал вести Шапранов Как всегда, рядом был Зеленов Александр Романович, я вам с вами лично разговаривал Я вам высказал свои требования Вы обещали половину второго их выполнить Я сказал, что в отношении самолета мне трудно сказать даже через вас Вы должны предоставить... В отношении оружия, я говорю, что я буду решать вопрос Вы сказали, осталось 20 минут Да, я знаю Вы знаете? Вы уже распорядились Да, я такую команду дал Вот и все Пускай он делает трос Сейчас должны подвести Песницы Сейчас должны подвести У нас есть ресницы Ну, там внизу лежит Пускай на улице Да, да, простые Александр Романович Мы ждем 20 минут Ребята, есть выход из положения Есть выход из положения Зачем я говорю вам? Нету, нету Есть! Есть! Есть выход из положения Выходите по камерам и все в порядке Да, все! Ну и спасибо вам, как же потом Вы дураков ищите У чего в натуре? Это детский сад, что ли? Ну, сами понимаете Что в таком состоянии человек может делать Если он для себя... Станя, прости! Понимаете? Если он для себя уже ищил свою судьбу Нет Мне его учить, я слишком молод Понимаете? Я помню, Влад Юра, подумай о своей молодости О своей молодости? Нет Я дело в том, что... Просто мне не хочется сейчас Наша молодость здесь пройдет Время безжалостно приближалось к роковой отметке Необходимо было срочно что-то предпринимать Решили сменить тактику Понимая, что лидером бандитов является Шапранов И от его приказов зависит дальнейший ход событий Кулаков решил сделать на эту ставку Сыграв на его самолюбий Послушай меня, я тебе вот свяжусь Вот сейчас твоя судьба Судьба тех реках, которые находятся с тобой Двух заложников Тесно находятся в твоих руках Ты сейчас здесь там Ты сейчас можешь быть там самой главной И тебя послушаются Если только ты примешь правильное решение Несмотря на реакцию подельников Кулаков почувствовал, что эта тактика может принести успех Если я изменю, я просто говорю им, потому что я более способен говорить с вами дипломатическим языком Если я изменю свое решение, меня убьют Понимаете? Кто? Да никто на это убьет Пойду И когда Кулакову показалось, что с Шапрановым удается начать конструктивный диалог Из Москвы поступает приказ подготовиться к штурму Я уже убивал человека Это не очень страшно Подчиняясь решению руководства МВД Штаб дает распоряжение начать подготовку к операции по освобождению заложников План был следующим ОМОН должен был начать штурм корпусной одновременно с двух сторон Первая группа выбивает запертую бандитами дверь и проникает в помещение В этот момент вторая группа сосредотачивается на лестничной клетке перед внутренним окном Одновременно с первым ударом по двери Снайпер ликвидирует бандита, удерживающего Авакумову А остальные устремляются внутрь через окно С которого заранее приготовленной лебедкой срывается решетка Параллельно снайперы с крыш, соседних с корпусной зданий Должны были держать под прицелом бандитов в окнах, выходящих во двор По сигналу о начале штурма, они должны были уничтожить тех, кто окажется в зоне видимости Пока штурмовые группы занимали исходные позиции Кулаков не терял последней надежды договориться с бандитами Но очередное заявление Шапранова стало для него полной неожиданностью Александр Романович, вы здравомыслящий человек Меня здесь спрашивают, говорят, чтобы я вам сказал То, что если вы не выполните свое, короче, обещание Через 15 минут, то просто произойдет что-то непредсказуемое Неожиданностью было не напоминание срока истечения ультиматума А то, что Шапранов не главарь и кто-то другой дает ему указания Александр Романович, поймите одно, что я не решаю здесь, что не слышно будет задержка Понимаете? Я не решаю Здесь решают все А все уже сделали окончательный выбор И здесь Кулаков вспомнил об одной особенности в поведении Шапранова На которую до этого не обратил особого внимания Все наиболее значительные заявления и декларации он делал после того, как отходил от окна Удаляясь вглубь помещения Значит, он действительно постоянно советуется с кем-то из сообщников, который остается невидимым Кулаков еще не сталкивался с подобной тактикой И не мог предположить, что у кого-то из бандитов в этой ситуации окажется столько изобретательности и хладнокровия Он еще не знал, кто такой Юрий Перепелкин и на что тот способен В 13.15 Кулакову доложили о готовности ОМОНа к штурму Но в этот момент произошло непредвиденное Тюремная жизнь внесла неожиданные коррективы в план операции Дело в том, что крыши, на которых расположились снайперы Хорошо просматривались из окон камер соседних корпусов Специальными знаками и откровенными выкриками заключенные предупредили заговорщиков о том, что идет подготовка к штурму Все понявшие бандиты отреагировали немедленно Александр Романович, я прошу вас об одном Если вы не хотите непредсказуемых последствий Что вы не в касках Он пошел к прокурору встречать П-4, П-4 в белой каске Уйди за угол, уйди за угол Уйди, козел Таня, хватает Какие-то канаты, крюки Вы сами понимаете, вы не выиграете этим ничем Но здесь будут трупы Много Козел После короткого совещания в штабе Решили прекратить подготовку к штурму Но Кулаков понимал, что никоим образом нельзя дать понять преступникам Что они как-то смогли повлиять на ситуацию И предотвратить готовящийся штурм 13.26 За 4 минуты до истечения срока ультиматума Во дворе появилась мать Шапранова Ну прошу тебя, мальчик Ну, по сожалению, меня не детьте И чтобы тебе эту жизнь У тебя как-то, как-то там с тобой Жить рядом буду, мальчик Ну не надо это сделать, Волочий Ну поверь, мальчик Я тоже не верю, чем тебя обменяют Не надо, Волочий, а Прошу тебя Я 20.000 мальчик Ну прошу тебя Я не имею права Я не имею права Сделать шаг назад Ну не делай музыки, Волочий Это все-таки дороже Малыш, ну я тебя прошу Это уже все Это конец Это конец Ну ты все равно не дождешь ты меня Уходи, я тебе говорю Уходи, уходи Мать всегда дождет Уходи Не слушай, не слушай их Они мне всю жизнь На мгновение всем показалось, что еще немного и Шапранова удастся сломать Почувствовал это и сидящий за его спиной Перепелкин и немедленно среагировал За минуту до истечения срока По его указанию в окне впервые появился Уткин С крепко зажатый в руке гранатой Я в натуре вам говорю Еще раз Я всех зарублю Еще раз вам повторяю Ребята Пожалей свои Пожелей свои Мальчики Ребята, молодец Ты нормальный парень Будешь еще жить на погоде Красивый он Смотри на себя Еще раз Шаг какой-нибудь неправильный Я всех зарубляю В 13.30 во дворе повисла зловещая тишина Наступал решающий момент противостояния Но через минуту в окне появился еще один бандит Зиновьев Игорек Бродяга, прощай Игорь Братан, больше не увидимся Слышь Держись, братан По этой тетрализованной сцене прощания Зиновьева с коллегами по изолятору В штабе поняли, что выполнять свои страшные обещания Преступники сейчас не будут В самый решающий момент у них нет четкого плана действия Эту ситуацию можно было использовать, чтобы перехватить инициативу Но самое важное Теперь после появления в окне Уткина и Зиновьева В штабе поняли, кто у бандитов лидер Это тот, кто и не должен в нем появляться вообще А поскольку досье на всех участников побега давно уже было в штабе Стало ясно, что это Перепелкин И словно почувствовав, что его стратегический замысел разгадан Перепелкин заставляет Шапранова вернуться к главному Александр Романович, я вам сказал Если будет попытка захвата нас здесь Вы рискуете жизнью, понимаете? Женщины и еще одного человека Я лично вот этот нож загоню себе в сердце, понимаете? Поговорись, мамы Вы меня живым здесь уже не возьмете Но здесь будут еще два трупа Они будут на вашей совести Кулаков внимательно наблюдал за Шапрановым И вскоре уже четко заметил Как его позвали из глубины корпусной Исчезнув на короткое время Он вновь появился в окне Вы думаете, что они... Короче, мы опомнимся Или одумаемся? Нет? А почему нет? Александр Романович, не делайте ошибок Мы же вам сказали, где оружие? Я остался, все в порядке Все в порядке? Все Поймите одно Никто не хочет этих жертв Никто не хочет Через некоторое время показалось, что преступники несколько успокоились Хорошо От начальника дарят и разболись Мы будем ждать Пока терпит время В этот момент в очередной раз запросила обстановку Москва И узнав о временном затишье, приняла окончательное решение Штурмовать Кулаков понимал, что бесконечно оттягивать выполнение приказа он не сможет Но именно сейчас внезапный штурм может принести успех Пока он продолжал беседовать с заговорщиками ОМОНовцы вновь попытались незаметно выйти на исходные позиции Но ничего незаметного для бандитов сделать было уже невозможно Вся тюрьма работала на них Как только первая штурмовая группа направилась к черному ходу, ведущему в корпусную Немедленно последовало предупреждение И в окне неожиданно появился Перепелки Это уже наши проблемы Задяга, поменцы у вас уже! Мы в курсе! Опа! Стерен, менты на корпус Но в этот момент что-то произошло внутри Как выяснится позже Это оставленный на секунду Перепелкиным заложник Еремский Попытался подать знак, но был тут же блокирован бандитами Стало ясно, что внезапного штурма не получится Но чтобы заглушить выкрики заключенных изолятора Про действия ОМОНа вокруг корпуса Во дворе завели двигатель машины На этот раз Перепелкин послал к окну Зеленова Убавили машину отсюда! Убавили машину отсюда! Понимая, что наступает развязка Бандиты попытались использовать последний шанс Подведя к окну контролера Еремского Уберите машину отсюда! Машину уберите! Берите машину! Уберите машину! Уберите машину! Смотри, смотри! Держа перед окном Еремского Бандиты, подрезая его заточкой Заставляли повторять их требования И это уже не было инсценировкой Ситуация мгновенно стала критической И после короткого совещания Штаб отдает приказ о начале штурма В 14.12 по выстрелу снайпера Во внешнее окно корпусной Операция началась Но буквально на первом же шагу ОМОНовцы столкнулись с серьезными проблемами С первой попытки сорвать решетку с окна Выходящего на внутреннюю лестницу Не удалось Не легче пришлось и с дверью Ведущей в корпусной Молниеносного проникновения Не получилось Да решетку давай быстрее Давай рубили Давай отсюда Попытались сорвать решетку Из внешнего окна Но с тем же успехом Прошло почти 10 минут Но ни одной из штурмовых групп Не удалось проникнуть в корпусную Весь ужас был в том Что с каждой секунды Надежда освободить заложников живыми Таяла на глазах Наконец внутреннюю решетку Удалось сорвать И ОМОНовцы проникли внутрь Несмотря на проблемы с проникновением Внутрь корпусной Снайпер который держал на прицеле Федорова Приставленного к заложнице не промахнулся И Валентина Авакумова Хоть и в полусознательном состоянии Но живая Вскоре была в руках спасителя Но второго заложника Александра Еремского Нашли не сразу Еремский был тяжело ранен Судя по всему Бандиты успели нанести ему Несколько ударов заточкой В том числе и в область сердца Его срочно понесли во двор К машине скорой помощи Туда немедленно направился И Кулаков Он еще был жив Положили вот сюда В карету скорой помощи Мы там быстро разобрались Потом подошли сюда И врачи К сожалению нам сказали Что контролер Еремский Скончался А в помещении корпусной Наконец установилась Зловещая тишина Все бандиты лежали на полу Троим из них Уже помощь не требовалась Вместе с Федоровым Точными выстрелами снайперов Были сражены Шапранов И Зеленов Рядом лежал И Перепелкин Казалось Что многие тайны Случившегося Главный вдохновитель Кровавой драмы Унесет с собой В могилу Но когда Кулаков появился В корпусной Выяснилось Что он жив Хотя при этом Врачи с удивлением Обнаружили торчащую Из его сердца Заточку Видимо в последний момент Кто-то из сообщников В отчаянии Решил свести счеты С человеком Который подбил их На этот безумный шаг Вскоре выяснится Это был последний Гениальный трюк Юрия Перепелкина В этой истории После начала штурма Когда исход был ясен Он аккуратно Воткнул себе в грудь В область сердца Заточку Но так Чтобы она повредила Только кожу Но самое страшное Выяснится Когда экспертиза Обнаружит на этой заточке Следы крови Еремского За несколько мгновений До того Как она окажется В груди Перепелкина Ею же будут нанесены Смертельные ранения Заложнику Понимая Что его собственная Дуэль со смертью Проиграна Он решил отомстить Человеку Который в течение Трех часов Был его единственной Надеждой на спасение Но не спас Состоявшийся в 95-м году суд Приговорил Королева к 15-ти Зиновьева к 13-ти Уткина к 6-ти годам Лишения свободы Перепелкина К высшей мере наказания Но в отличие от остальных компаньонов Шапранова, Зеленова и Федорова Которым перед побегом Гарантировал 100-процентный успех Он жить Будет Если бы Перепелкин Не попытался бежать В 92-м То наверняка Был бы расстрелян За предыдущее убийство А долгое расследование Кровавой драмы в крестах И затянувшийся суд Привели к парадоксальному результату Смертный приговор Не успели привести В исполнение Из-за объявленного вскоре Моратория На смертную казнь И теперь этот щуплый И по-прежнему малозаметный Среди других обитателей Отделения смертников Человек Во время прогулок Вспоминает тот февральский день Как один яркий миг Сделавший его победителем А может Внимательно запоминает Систему коридоров В новом корпусе И изучает график дежурства Новых контролеров 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 Новых контролеров